Друзья, добрый вечер. Продолжаем эфир Абакан-24. Сейчас у нас программа «Вовремя». В студии Ксения Майер. Что хочется сказать. На прошлой неделе комиссия по приемке образовательных учреждений активно работала над детскими садами. Принимали детские сады, посетили абсолютно все, все успешно приняли. Но с сегодняшнего дня эта же комиссия приступила к приемке школ. И начали специалисты, собственно, с нашего лицея имени Николая Генриховича Булакина. И в гостях у нас сегодня Ирина Лаврентьевна Яковлева. Ирина Лаврентьевна, спасибо большое, что согласились сегодня прийти. Мы поговорим сегодня и о лицее, и, собственно, о этой комиссии, и очень о многом чего еще. Поэтому подключайтесь к нашему разговору, звоните нам, задавайте вопросы. В общем, будем вести диалог. И предлагаю начать. Ирина Лаврентьевна, скажите, пожалуйста, сколько вообще я предлагаю начать с самого начала? Сколько выпускников выпустил в этом году лицей? Сколько принял первоклашек? Сколько будет классов первых? Ну, готовы ли вы принять первоклашек, в конце концов? Добрый вечер. Действительно, лицей готов принять не только первоклашек будущих первоклассников наших. Он готов принять наших всех лицеистов, потому что мы очень сильно уже соскучились. Я думаю, так же, как и ребята по нам соскучились. Мы выпустили в светлое будущее 86 лицеистов. Замечательных ребят, которые подтвердили свой уровень полученного образования, качественного образования. Хотелось бы, чтобы они были успешны, самостоятельны. И подтвердили тот выбранный профиль, по которому обучались при поступлении. И порадовали нас своими результатами. В этом году мы принимаем 180 первоклассников. Это будущие лицеисты. И буквально-таки 1 сентября мы будем готовы их принять в наше лицейское братство. Именно этому будет посвящена и линейка 1 сентября. И подготовка к 1 сентября началась еще в мае. То есть достаточно такой продолжительный период. Очень интересная, массовая такая подготовка, где будут принимать участие. И ребята, это будущие первоклассники, им тоже мы уже дадим слово. И они уже будут учить стихи, готовятся выйти на большую арену, как говорится. Готовятся ребята-выпускники, потому что у нас традиционно линейка проходит совместно. Это ребята первые классы и одиннадцатые. И очень трогательно смотреть, когда выпускники сопровождают ребят при входе в школу. Это тоже такая некая традиция. И наш первый звонок, который будет звенеть для наших ребят, он тоже будет особенный. Ну, во-первых, он особенный, потому что он серебряный. Еще в 2006 году лицей заработал своим интеллектуальным творческим трудом тот самый лицейский серебряный колокольчик. И он пока на сегодняшний день единственный в республике Хакасии. Мы им очень дорожим. Так вот этот колокольчик серебряный будут проносить несколько ребят. Это пара выпускник и первоклассник. И сколько классов, столько будет и пар. Понятно, что это ребята, которые имеют определенные заслуги. Это олимпиадники, это творческие конкурсы, это исследовательские конкурсы и так далее. То есть вот к этому мы готовимся уже сейчас. И поэтому это очень почетно, это ответственно, но и в то же самое время очень трепетно. Готовимся мы и встречать наших родителей, будущих наших первоклассников. Для этого тоже все готово. Уже проведено первое общешкольное родительское собрание, где обозначены основные точки для того, чтобы как подготовиться к первому классу, на что обратить внимание, что нужно сделать, чтобы ребенку легче адаптироваться. То есть вот такой подготовительный момент, несмотря на то, что еще полтора месяца до начала учебного года. А этот момент, он уже озвучен, он уже идет. И сейчас все кабинеты готовы к встрече наших лицеистов. Да, это, наверное, самый, вы правильно заметили, трепетный момент, когда первое сентября и когда вот этот звоночек, это, мне кажется, в памяти у первоклассников так точно останется, так же и у одиннадцатиклассников. Особенно вот эта традиция. Остается у вас традиция, когда на плече проносить? Нет, мы принципиально это не на плече, потому что бывает и девушка-выпускница, и мальчик-первоклассник. Поэтому это пара, которые идут вместе. Вот это вот звучание колокольчика, это тоже очень красиво. Это тот самый круг лицейского братства, в который мы посвящаем наших ребят. Это наше такое лицейское, скажем, событие, наша история. И она у нас удается, именно она такая. Может быть, этим мы и отличаемся. Сегодня еще, когда была комиссия по приемке лицея, вы отметили, что первоклассникам обязательно будет проведена экскурсия по лицею, это ясно, и что свое первое сентября они начнут вот у доски памяти Николая Генриховича. Это так? Конечно, это традиционно, потому что ребята должны понимать, в честь какого замечательного, выдающегося человека названа наша образовательная организация. Именно поэтому ребята подойдут, конечно же, к стене памяти Николая Генриховича. Они познакомятся с человеком, градоначальником, человеком-основателем нашего лицея. Им расскажут, и, кстати, это будут рассказывать ребята-старшеклассники, у нас подготовленные гиды. Это тоже очень интересно. Не когда учитель старший рассказывает, а когда старшеклассник стоит, его с особым трепетом слушают, по-особенному на него смотрят. Именно тогда впервые возникает желание. Я тоже вырасту, буду такой же, я тоже буду гидом в лице. Вот, поэтому это, да, обязательно будет. Но мы готовим и много других таких изюминок, которые будут для наших первоклассников, для будущих родителей. Безусловно, это будет экскурсия по школе. И она пройдет не 1 сентября, потому что слишком много интересных событий в один день. Это тоже стирает определенно как-то вот впечатление. Правда же? А здесь вот линейка, стена памяти Николая Генриховича и самый первый урок. В последующем уже тоже подготовлены мероприятия. Это экскурсия по школе и для родителей в том числе. Все смогут познакомиться не просто со зданием школы, а с той развивающей средой, где будет находиться их ребенок. Ребята сами увидят. Не только тот кабинет, в котором они будут постоянно сидеть в течение 4 лет, но и спортивный зал, кабинеты нанотехнологии, где будут проходить экспериментотеки у них. А это будет кабинет и изобразительного искусства, кабинет музыки, кабинет иностранного языка. То есть вот эти вот моменты ребята тоже увидят. Потом они познакомятся с кабинетами для дополнительного образования, где проходят занятия шахматами. Вы же знаете, что у нас замечательный шахматы-клуб и великолепный педагог, где будут проходить занятия внеурочной деятельности. И это своего рода будет такое погружение в нашу лицейскую семью, чтобы они себя ощущали с первых дней уже полноценным участником семейной жизни лицея. Ну да, это тоже очень здорово в том плане, что вот такая своего рода адаптация, наверное, к первым учебным дням в школе. Ирина Лаврентьевна, нам наши зрители задают вопрос, и я его озвучу сейчас. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, возможно ли, чтобы весь лицей учился с первой смены? С какой смены будут учиться шестые классы, задают вопрос нам зрители. К сожалению, мы все не можем войти в одну смену учиться. И традиционно шестые классы, вот уже на протяжении мы в этом здании 4 года, они обучаются со второй смены. На сегодняшний день нас 1619, школа рассчитана на тысячу посадочных мест, поэтому при всем желании и нашем педагогическом большом желании, чтобы школа работала в режиме полного дня, то есть учебная деятельность и потом плюс внеурочная деятельность, это мы себе позволить пока для всех параллелей не можем. И, ну, вы знаете, что все школы города переполнены, увы, и мы в том числе, поэтому, к сожалению, нет. В этом году мы также останемся учиться во вторую смену. Но это никоим образом не ущемляет ребят, и для них будут кружки внеурочной деятельности, кружки дополнительного образования, потому что эти кружки базируются в отдельных кабинетах, не учебных, и ребята будут иметь всю полную возможность посещать те самые кружки. Точно так же для них будет работать и библиотечный информационный центр, и работа будет организована с тем условием, что ребятам точно так же был равный доступ. Спасибо большое за вопрос. Надеемся, что получилось вам ответить в полной мере. Задавайте еще вопросы, если вдруг у вас возникнут 22-41-18, телефон нашей студии, звоните, и мы также постараемся ответить на ваши вопросы. А я предлагаю вам перейти дальше. Вы уже не раз отметили, что ваш лице – это такая большая семья, большая команда. И вот ваша команда периодически пополняется новыми педагогами. Вы сегодня тоже заметили, что педагоги – выпускники лицея. Радует ли вас, что существует такая тенденция? Да, и я думаю, что это тоже очень хороший показатель, что наши выпускники, закончив лицей, получив педагогическое образование, они возвращаются в родные пенаты. И на сегодняшний день 15 педагогов – это в прошлом выпускники лицея, а сегодня это уже наши коллеги, которые, некоторые уже имеют и первую категорию, и высшую категорию, а кто-то совсем юный, только закончил вуз, и только-только приходит и приступает к своей профессиональной деятельности. Поэтому я считаю, что это очень ценно, это правильно, но и опять-таки это очень почетно, когда ребята возвращаются, ну в прошлом ребята, а теперь это коллеги, возвращаются в родные пенаты и становятся твоими коллегами. И более того, чтобы таких ребят стало больше, чтобы было желание вернуться в лицей, у нас с прошлого года реализуется педагогический класс. Да, это тоже очень интересно, и хотелось бы, чтобы ребята, кто обучается в педклассе, чтобы они обязательно продолжили свою деятельность в школе. Может быть, это будет не обязательно лицей, но если они станут нашими коллегами, мы сможем потом обмениваться опытом, и работая в другой организации, они будут говорить, что я выпускник лицея, для нас это тоже будет очень ценно и очень значимо. Поэтому мы очень хотим и возлагаем большие надежды на наших ребят педагогического класса. В этом году мы вновь набираем педагогический класс, и в этом году поступило 19 заявок тоже для ребят педкласса. Это тоже будет очень интересная модель реализации мы, потому что реализуем совместно с Институтом непрерывного образования Хакасского государственного университета. Безусловно, это и Кванториум, и IT-куб, и вот такое сетевое взаимодействие позволяет ребятам выйти за пределы школы, один раз в неделю побывать на базе ХГУ, почувствовать себя абитуриентом, почувствовать себя студентом, и притронуться к миру уже высшего учебного заведения, посмотреть, насколько это интересно, насколько это полезно и насколько это значимо. И ребята уже потом могут выйти в свои первые профессиональные пробы. И пока это еще в стенах лицея, конечно же, да, в рамках лагеря дневного пребывания, когда ребята становятся вожатыми. И здесь очень ценно отметить, что как они к этому готовятся. Они прорабатывают планы, что они будут делать с ребятами, какие игры будут проводить. Игры, может быть, будут на сплочение коллектива, а может быть, на развитие каких-то личностных своих особенностей. Они сопровождают их в школьную столовую, то есть они смотрят, как проходит вообще жизнь в лагере. Плюс ко всему, затем они выходят уже в начальную школу, и вместе с педагогом-психологом лицея проводят индивидуальные тренинги с ребятами младших классов. Это тоже очень интересно. И опять-таки, это те самые профессиональные пробы, которые позволяют сделать вывод. А я на правильном пути, а мне это действительно нужно, а я действительно хочу быть педагогом. И когда чувствуют, что да, идет, и хочется, и надо, вот, наверное, это самое дорогое. И, знаете, когда видишь глаза ребят-малышей начальной школы, когда они настолько преданно смотрят в глаза своим взрослым наставникам, старшеклассникам, когда они их встречают в коридоре, когда они подбегают, когда где-то приобнимут и начинают задавать вопросы, вот, наверное, это действительно да, это тот самый диалог, который состоялся, это та самая проба, которая позволила сказать, окей, я здесь, и я иду дальше. А в рамках вот этих вот педагогических классов мы тоже, по-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь, освещали, что такой момент появился в лицее. Давайте напомним зрителям, в плане, ребята же изучают, и в том числе и педагогику, то есть какие-то вот такие моменты. Педагогику, психологию, возрастную педагогику. Как раз-таки об этом они и говорят на базе Хакасского государства университета. Плюс отличается и набором учебных предметов, профильных предметов. Это те предметы, которые ребята нужны для поступления. И здесь же тоже идет градация. Если я хочу быть учителем химии, то, конечно же, у меня может быть увеличение часов на химию, на биологию. Если это учитель в будущем физики, то это увеличение часов физики, общество знания, русский язык на профильном уровне, история. То есть в зависимости от того, какая предметная область будет. Может быть, ребята пожелают стать логопедом или дефектологом, а может быть и педагогом-психологом или социальным педагогом. Именно вот это все предусмотрено, и такая внутренняя градация, она тоже предусматривается, конечно. И сегодня еще был тоже такой момент. Друзья, я говорю сегодня, потому что сегодня вот была приемка, о чем я говорила в самом начале. В новостях этот сюжет уже посмотрели, лицей принят, все хорошо. Такой первый и первый на отлично, скажем так. И тоже сегодня делали акцент на том, что в школе происходит такой взаимный диалог между ребятами-лицеистами и между, собственно, администрацией школы. То есть действительно ли, что ребята могут подойти и предложить что-то свое, а вы действительно возьмете это на рассмотрение? Не просто подойти. И да, если есть желание, кабинет директора открыт всегда. Ребята это знают, можно подойти с предложением. Но и всегда предусмотрен у нас, ну не всегда, а с прошлого учебного года, у нас предусмотрен очень интересный такой, я считаю, качественный шаг. Это разговор с директором. Мы собираемся один раз в две недели. Если там какие-то обстоятельства, то один раз в две недели. И, кстати, с инициативы этого разговора с директором вышли ребята, вот бывшие, нынешние выпускники, которые выпустились. И на эту встречу готовились, к этой встрече готовились все. И я, как представитель администрации, и ребята. То есть очень такие злободневные, значимые вопросы. Например, один из вопросов, это стояла организация питания в школьном буфете. Когда ребята подходят, говорят, ну Ирина Лаврентьевна, ну невозможно туда попасть и выстоять эту большущую очередь. Надо с этим что-то делать. Ну, чтобы вы ответили, как руководитель, Анастасия. Надо что-то делать, да? Ну, конечно, надо. Я сразу это предложила ребятам возглавить это направление. Говорю, давайте подумаем вместе, что предлагаете вы. И буквально на следующую неделю, следующая встреча была через неделю, мы когда встретились, ребята вышли с предложением. Они выстроили логистику, какие классы питаются основным питанием, то есть когда идет накрытие столов, какие классы идут позднее. И они выстроили. Значит, вот в эту перемену, допустим, с 9.30 целесообразно запускать ребят уже старшей школы, которые к этому времени проголодались, а питание, допустим, у них только в 11.30. Ребята начальной школы, чтобы не перебивать аппетит, они сначала питаются у нас основным питанием, да, бесплатным, а потом уже по своему времени могут приходить в буфет. И, вы знаете, это сработало. Они выстроили полностью этот график, с графиком всех ознакомили. Этот график появился в школьном буфете. Все подходили, смотрели, и буквально-таки в течение недели был наведен порядок. Безусловно, очередь все равно-то большая, да, потому что хочется и булочку приобрести, и что-то еще, и компот взять. Но, тем не менее, это было более-менее, так скажем, упорядочено. Это тоже определенный такой плюс сработал. Был момент и по ассортименту школьного питания, где все вместе мы пересмотрели меню, акцентировали вопросы, которые были озвучены ребятами. На одну из встреч мы пригласили и завпроизводством школьной столовой, и пригласили представителя от организатора питания. Друг друга выслушали, приняли какие-то предложения, и пересмотрели это меню, и опять-таки от этого остались все выигрыши. И школьная столовая, и мы, педагоги, и в самую первую очередь это ребята. То есть вот я считаю, что вот такие вот злободневные вопросы. Были вопросы по консультации, по проведению консультации педагогами. И были вопросы о том, как разнообразить школьную жизнь, и были ребята с предложениями, как провести тематическую дискотеку и битву диджеев. То есть вот такие вот моменты, они очень интересные. То есть здесь, видите, мы затрагиваем не только учебную деятельность, а все, что связано, все, что интересно в лицее. И ребята выступали как организаторами по предложениям в оформлении школьного пространства. И от них очень важно было получить эту информацию. И вот этот диалог они постоянно, не они, а мы друг с другом постоянно ведем. И знаете, я считаю, что это один из таких положительных моментов в нашем школьном укладе. Это очень важно, не когда ты навязываешь сверху, это вот твое видение, да? Нет, а когда ребята выходят с инициативой, и это делаем вместе, то есть предлагаешь делаем вместе, это очень дорогого стоит. И вот сейчас, буквально таки в августе, мы уже с советником директора по воспитанию проговорили это, мы будем встречаться с активом ребят и продолжим работу по оформлению школьного пространства. Очень много интересных моментов уже есть. То есть есть такие, с этого учебного года, я думаю, вы сегодня обратили внимание, да? Это оживая реальность, когда картинки, это как раз таки юбилея 2023 года, и когда эта картинка оживает, и можно послушать, да, чтение стихов Марины Цветаевой, Михалкова, да, Проушинского. Ну, это дорогого стоит, правда же, не просто посмотреть. Ну, посмотрел портрет раз и все. А когда ты еще и навел на QR-код, эта картинка оживает, и ты прослушал еще раз, да, автобиографию этого выдающегося деятеля, когда ты прослушал прочтение стиха, стихотворения или что-то еще, ну, вот это тоже очень интересно. И вот именно оформлению нашего школьного пространства мы выделяем очень большое время, потому что четко понимаем, что развивающая среда, она воспитывает. И даже мимолетом, когда во время перемены куда-то пробегаешь, и невольно брошенный взгляд на тот или иной стенд, а он может свой хороший такой след оставить в жизни любого ребенка. Очень много стендов, которые по направлению «Большая перемена». «Орляты России», «Добро.ру», то есть вот волонтерская деятельность, это все работает на привлечение ребят вот в такую активную жизненную позицию. И ребята себя не чувствуют отстраненными. Это полноправные, полноценные участники образовательного нашего процесса. И это, пожалуй, главное, чего мы добиваемся. Ну, а это все в целом, все вместе ведет к тому, что идет качественное, хорошее образование. И наши ребята, я всегда говорю, вот тот процент ребят, это практически 80% ребят становятся старостами при поступлении в ВУЗы. А это говорит о чем? Значит, заложены хорошие лидерские способности, правда же? И мы тоже этим гордимся. Это же замечательно. Поэтому, ну, еще есть, конечно, над чем работать, есть о чем говорить. И буквально-таки с этого учебного года мы запускаем очень интересный проект. Это проект «Громкое чтение». Да, когда один раз в месяц вечером мы будем собираться с желающими ребятами, с представителями от родительской общественности, с педагогами. И когда мы будем вслух читать произведения, когда у ребят для себя откроют учителя математики не только с той стороны, что вот у доски это великолепный математик, который, да, объяснил мне теорему Пифагора или как синус-косинус находить, а еще и оказывается, как замечательно этот педагог умеет читать стихи, да, к примеру. Устроим вечера, где наши педагоги, вот, допустим, наш замечательный учитель химии, Ларионов Виктор Алексеевич и Алексей Викторович Ларионов, они сами пишут стихи. И когда они детям будут читать стихи собственного, да, воспроизведения. Это тоже очень интересно. Это тоже будет такой некий шаг открыть учителя с другой стороны. И, может быть, в чем-то даже подражать. А может быть, еще больше ребят захотят встать на именно тропу педагогической деятельности. Правда? И это тоже очень замечательно. Ведь сама по себе профессия педагога, она очень разнообразная, она очень интересная. И педагог – это и строитель, и актер, правда же? И можно массу специальностей сейчас и профессии перебрать. И, пожалуй, учитель себя найдет в любой профессии, через себя пропустит, реализует и все. Поэтому я считаю, что то дело, которое мы делаем вместе с ребятами, оно правильное, оно дает результаты. И мы на правильном пути. Да, я с вами согласна, что педагог – это всегда разносторонний человек. Из личного опыта я, когда поступала в наш Хакасский госуниверситет, я тоже поступала на учителя начальных классов. И со своим дипломом среднего специального образования, у меня она актерская, и все как раз, да, ни один преподаватель не упустил шанса сказать, как же это замечательно, как же это пригодится в будущем. 22-41-18, телефон нашей студии. Друзья, звоните, задавайте вопросы. Еще осталось немного времени. Есть возможность что-то обсудить, если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, собственно говоря. Скажите, пожалуйста, мы тоже вот обсудили, но вот на большую, так скажем, публику. В лицее есть очень много различных кружков. Это и театральное творчество, это и та же самая робототехника, хоть она и уже в учебной программе, но тем не менее, ребятишки, кто-то более глубоко, углубленно изучает робототехнику. И танцы, я уверена, да, вот что-то такое есть. Вот расскажите, пожалуйста, что более востребовано? Все-таки какая-то вот точно научная сфера или творческая? Вы знаете, ну, отбоя нет и в кружке, и секции по робототехнике, начиная с первого класса. Всегда очень много желающих. С этого года уже четыре педагога, которые у нас будут преподавать образовательную робототехнику. То есть мы понимаем, что есть запрос, и его нужно обязательно удовлетворять. Очень востребовано направление шахматы. Сейчас в этом направлении в спортивном шахматном клубе занимается 300 ребят. И только один преподаватель. Это тоже, представляете, да, какая нагрузка? Вот. И это тоже очень востребованное направление. Если говорить о, допустим, кружке окно в мир природы, где ребята могут заниматься нано-кейсами, это направление тоже очень востребовано. Орлята России, там проектная деятельность. Вы знаете, я, пожалуй, бы, наверное, не сказала, что вот робототехника, да, это самое востребованное, а интеллектуальное, вернее, направление творческое, к примеру, та же из-за студии, менее востребованная, или там пластилиновая живопись. Отбоя нет везде. Давайте примем звоночек и продолжим. Здравствуйте, если вы еще на линии. Добрый вечер. Говорите, мы вас слышим. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая в лице проводится работа по вейпу, чтобы ребята на переменах не курили. Просто у меня дочь сюда приходит и говорит, окно у нас в туалете стоит и курили в вейпы. Мне всегда, как бы, возникает такой вопрос. Ну, учителя приходят туда, смотрят. И если я куда-то зашел, посмотреть, чем ребята занимаются на переменах. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Но я думаю, проблема с вейпами, это проблема не только нашего лицея. Это действительно проблема нашего всего общества. И здесь я бы хотела выразить слова благодарности нашим же родителям. Спасибо большое, что они принимают участие в родительском контроле. Безусловно, и мы, администрация, и педагоги, которые дежурят на переменах, мы и проверяем, заходим в туалетные комнаты. Единственное, что мы себе не можем это позволить сделать и зайти в кабинки. Ребята чаще всего это делают именно там. Насколько это возможно, мы проводим и профилактические беседы. Ребята пишут сами исследовательские работы как раз-таки о вреде вейпов. И с этими работами даже выезжали на вернадские чтения в Москву. Мы приглашаем и правоохранительные органы, вместе проводим и советы профилактики, и посещения. Это действительно проблема. Но здесь нужно понимать, что в эту проблему нужно включиться всем субъектам. И родителям в том числе. И чем чаще и больше родителей будут приходить к нам в школу, если мы за этот вопрос возьмемся еще большим количеством родителей и педагогов в том числе, то, я думаю, мы выйдем совершенно на другой результат. И, ну, сам это понятно, что злободневные моменты, это как раз-таки ребята восьмых классов, когда они чувствуют себя более взрослыми, это себе позволяет. Поэтому нужно проверять, как ребенок уходит домой, из дома в школу, с чем он приходит. Иногда, может быть, даже проверить ту же самую сумку, с кем общается. То есть эти все вопросы, конечно же, это один из сложных вопросов, и над этим вопросом мы работаем. Что-то получается, над чем-то еще нужно будет проработать. Но то, что руки не опускаем, это однозначно. И сейчас есть уже и нормативные документы, которые позволяют поставить на учет. То есть здесь в этом плане законодательная база тоже развивается. И нам, как говорится, это только в помощь, потому что буквально до недавнего времени у нас вообще не было никаких рычагов управления. Сейчас уже, да, ситуация меняется. Спасибо еще раз родителям, которые это понимают и которые всегда рядом. Поэтому мамочка, которая сейчас позвонила в студию, мы ее приглашаем в школу, к диалогу, и в наш родительский контроль. Будем только очень признательны и вместе. Я всегда родителям на общешкольных родительских собраниях говорю, что родители и педагоги, мы не на разных берегах, мы с вами вместе. Мы вместе, как говорится, работаем на благо наших детей, на то, чтобы это были добропорядочные граждане, чтобы это были личности с большой буквы. И на общешкольные собрания мы точно так же приглашаем и субъектов профилактики, это и медицинские работники, которые очень доступно объясняют и показывают влияние вейпов на здоровье наших ребят, и не только вейпов, и энергетиков в том числе, которые рассказывают вообще о здоровье наших ребят. Это и представители ФСБ, и представители Росгвардии, и комиссии по делам несовершеннолетних. Поэтому мы только в сотрудничестве, все вместе работаем здесь. Поэтому приходите в школу, и будем вместе решать наши вопросы болезненные. Спасибо большое за звонок, 22-41-18. Если вдруг еще какие-то вопросы возникнут, кроме того, на бегущей строке вы видите номер телефона WhatsApp, Viber, можете написать, сообщения нам передадут, мы озвучим и постараемся, точнее Ирина Лаврентиевна постарается ответить. Да, я предлагаю вернуться к вопросу вот о творчестве и точных каких-то науках. То есть нет, да, нет такого приоритетного какого-то направления. Ребенок должен, мое личное мнение, и большинство педагогов, ребенок должен попробовать себя во всех направлениях. И попробовать тоже робототехнику, попробовать тоже живопись, и определиться, да, вот это мое, и мне с этим можно идти дальше. А это здесь не получается в другое направление, а может быть, просто душа не лежит. Может быть, я бы хотела быть великим шахматистом, но понимая, что переставлять фигурки на доске, это не мое, и я от этого не получаю определенного интереса. Поэтому попробовать себя нужно везде. И в течение учебного года ребенок может из одной группы переходить в другую группу, конечно же, по заявлению родителя. И это правильно, и ребенок уже потом все-таки выберет свое направление, которое дальше можно будет развивать. Ну это тоже замечательно, действительно, потому что может с течением времени и надо есть. Родители могут еще давить. Мы тоже знаем такой момент, что нет, ты выбрал, нет, ты будешь ходить. И вот что касается родителей, и вот про вейпы вы уже сказали. Как проходит работа с родителями? Есть ли такое, что действительно и родители идут на контакт, выходят тоже с какими-то предложениями к администрации лицея, собственно? Здесь действительно стоит отметить, очень активная позиция наших родителей. Родители всегда приходят с предложениями и по школьному питанию, в том числе. Очень приятно. И вот уже третий год школьное питание у нас на совместном контроле, и мы вместе с родителями разрабатываем школьное меню. Родители очень поднимают теперь эту ответственность, и когда они начинают изучать нормативные документы, санпины, требования, исследования институтов питания. И вот они уже смотрят, говорят, что это не так просто, оказывается, написать омлет, чай, какао или бутерброд. Оказывается, нужно посчитать калории, нужно посчитать совместимость, нужно посмотреть суточную норму для того или иного возрастного ценза. То есть составляется два меню для младших школьников, для старших, и родители это понимают и очень активно к этому подходят. Другие направления, касаемые той же самой оформительской деятельности школы, тоже просто всегда с предложениями. И вот стена памяти Николая Генриховича Булагина, она в лицее появилась именно благодаря нашим родителям. Очень много активных родителей, еще раз повторюсь. И, знаете, приятно даже, когда, допустим, по окончанию родительского собрания подходят родители и говорят, вы знаете, я тоже хочу быть в родительском комитете, я хочу прийти в школу, потому что все вопросы, вот эти все злободневные вопросы, мы их не скрываем, мы стараемся, наоборот, этот нарыв, как говорится, вскрыть и проработать вместе с родителями. И о тех же вейпах мы говорим на собрании. Мы озвучиваем это открыто, мы говорим, что есть проблемы, которые надо решать. Приходите, будем делать вместе. И родители на это идут. И вот один из родителей пишет, говорит, знаете, я тоже хочу побывать в родительском контроле и посмотреть, как у вас проходит школьная жизнь. Побывав, посмотрев, потом приходят и говорят, слушайте, как много интересного у вас здесь происходит. У вас активные перемены проходят, где, оказывается, у вас есть ансамбль вокально-инструментальный, и ребята на переменах играют и поют. А у вас там, вы знаете, скрипка. Я говорю, да, здорово. Вот видите, как приятно, что вы сейчас для себя это открыли, и для нас это нормы. Побывали на дискотеках, посмотрели, как проходят школьные перемены, как кушают ребята. Вот эти все моменты, о них можно судить и говорить, когда побываешь в гуще событий здесь, прямо вот в лицее, когда ты станешь их участником. Потому что всегда, конечно, очень просто сказать, у меня ребенок пришел со школы и сказал, что здесь невкусно или там плохо, а здесь не обратили внимания. Приходите, будем смотреть на это вместе. Может быть, мы что-то где-то не увидели, не досмотрели. Вы нам помогаете в этом. Может быть, наоборот, мы вам поможем найти контакт с ребенком и на какую-то проблему посмотреть иначе. Поэтому этот диалог, он с родителями точно так же идет. И у нас очень открытые, хорошие родители, которые выходят со своими предложениями и помогают реализовать то или иное направление. Поэтому я считаю, что в этом плане тоже достаточно хороший объем работы идет. Скажите, пожалуйста, а как часто вы становитесь участниками вот грантовых проектов? Грантовых проектов на какие-то вот, точнее, грантовых конкурсов на какие-то проекты, денежные, быть может быть? В этом учебном году мы поучаствовали в двух грантовых проектах. Это грантовый проект на приобретение лингофондового кабинета для хакасского языка. Вот. И второй – это у нас на разработку брендбука кабинета хакасского языка. Да, буквально таки вот. Два грантовых проекта мы реализуем в этом году. Это тоже хорошее подспорье для развития нашего лицея. Скажите, пожалуйста, вообще вот очень много задумок тоже мы сегодня видели вот в ходе экскурсии, так скажем, которую вы проводили для комиссии. Очень много интересных моментов, даже включая вот те же лавочки просто вот посередине коридора, грубо говоря, да, где ребята могут присесть отдохнуть. Вы сами сказали, что там проходят какие-то вот такие встречи, где они там и играют на инструментах, и читают стихотворения. Вот есть, может быть, у вас в задумках, или, может быть, ребята приходили к вам с предложениями уже, идеи, которые прям, ну, хочется воплотить? Вы знаете, вот одна из последних историй, она связана уже с выпускницей нашего лицея. Когда Мария пришла и говорит, вы знаете, у меня очень хорошее такое предложение по оформлению пространства лицея. Ну, собственно говоря, вот эта вот дополнительная реальность, она и появилась благодаря нашей выпускнице Марии. И еще одно пространство, над которым мы сейчас работаем, это именно как раз рекреация, где стена памяти Николая Генриховича. Напротив теперь будет стена, которая посвящена нашему любимому Абакану. Там будут такие очень теплые уголки нашего города. Будет небольшая история о нашем городе. И вы знаете, когда приходят твои выпускники и предлагают это в дар лицею, чтобы оставить о себе тоже этот след в лицее. Вы знаете, это правда, это дорогого стоит, и это очень и очень приятно. Казалось бы, да, девушка выпустилась, прошло уже пять лет. И вот с таким предложением это неожиданно, и это очень приятно. Вот, поэтому таких примеров в лицее достаточно, когда приходят и выпускники, приходят и ребята, и когда мы вместе что-то создаем, работаем на созидание, да. Кто-то приходит с предложением, как провести лучше, допустим, ту или иную перемену познавательную. Сейчас мы, допустим, у нас есть парад наук, и если раньше это было в течение полутора месяцев, то сейчас наш парад наук разошелся буквально-таки уже практически на три месяца, когда более двух недель отводится знакомство с той или иной наукой. И когда во время перемен на уроках ребята занимаются такими интеллектуальными задачами, тут же может быть и творческое какое-то направление. У каждого ребенка есть своя зачетная книжка, и вот туда он вклеивает лицейчики за определенные какие-то выполненные задания. И потом в конце уже, когда ваш парад школьных наук заканчивается, подводятся итоги. И, конечно же, это презентация лучших ребят, которых самая активная такая позиция, они получают в дар книги, что очень тоже важно. И мы над этим, кстати, тоже очень работаем, чтобы ребята больше читали. Именно поэтому и будет тот самый проект «Громкое чтение». И с этого года буквально-таки вместе с нашей республиканской филармонией мы запускаем еще один проект, проект «Без границ». И несколько мероприятий на базе лицея будут проведены именно сотрудниками филармонии. Я пока не буду рассказывать все тайны, но наших ребят-лицеистов ждут очень приятные моменты, очень интересные истории. И опять это самое главное, что это будет работать на развитие. Еще один очень интересный проект, который мы откроем до конца этого года, это «Атом-класс» для ребят с 5 по 11 класса. Чтобы все понимали, что «Атом-класс» — это не отдельное направление в старшей школе, вот, допустим, как физ. и мат. направление или нешпех. Это отдельный класс, скажем так, это пространство, где ребята с 5 по 11 класс будут на углубленном уровне заниматься определенными науками. Математикой, физикой, химией, где будут определенные лаборатории, где будет виаровское оборудование, где будет другое пространство, в которое ты понимаешь, что ты находишься в сети тех самых классов «Росатома». Это другое участие в конкурсах, в других направлениях, где будут определенные свои, скажем так, поощрения, когда определенное количество ребят может получить путевку в «Артек» на определенную интеллектуальную смену. Поэтому здесь это еще то самое поле, в котором мы будем работать, где будем свои точки роста намечать, и где себя наши ребята смогут реализовать. Но я бы сказала так, это еще одно направление нашим ребятам — показать себя, как можно больше получить знаний, и потом эти знания предъявить уже нашему обществу. Знаете, я вас слушаю и даже, если честно, представляю, как ребятам-лицеистам тяжело расставаться со школой, потому что когда досуг организован вот настолько здорово и настолько постоянно что-то происходит, и настолько нет времени скучать от перемены к перемене, перебиваться, скажем так грубо, действительно, мне кажется, это очень дорогого стоит. И действительно хочется после этого вернуться, и действительно ребята потом возвращаются в качестве педагогов, в качестве, может быть, родителей уже новых первоклассников. И это действительно здорово. Спасибо большое вам, что согласились сегодня прийти, ответить на вопросы наших зрителей. Уважаемые зрители, спасибо, что тоже подключились к нашему диалогу. Процветание лицею, что еще можно сказать? Воплощайте все ваши задумки в жизнь, а мы будем это стараться освещать, будем стараться это показывать вам, уважаемые наши зрители. Ну и следующий час мы уже поговорим тоже на очень интересную тему о недвижимости. Кто думает о покупке своего жилья, оставайтесь, подключайтесь к диалогу, ну и не переключайтесь.